Всем привет, с вами как всегда канал Великан и его ведущий обзор Леонид. Сегодня мы будем рассматривать смартфон новой линейки от торговой марки Huawei, предоставленный мне на обзор магазином Звонок, который занимается продажей бытовой техники и электроники, ссылочку на который я оставлю внизу видео под описанием. Huawei это одна из крупнейших китайских компаний, известных по деятельности в сфере телекоммуникаций, занимающаяся производством оборудования беспроводных сетей, базовых сетей и собственно сетевыми устройствами, терминалами и прочим аппаратным обеспечением. Буквально недавно компания презентовала доступный в ценовом сегменте смартфон P40 Lite, который активно набирает популярность среди украинцев. Выпускается сегвой в трех цветах, розовом, черном или же как в нашем случае зеленом. Имея привлекательный дизайн, внешне он очень похож на весьма дорогой флагман. Передняя панель изготовлена из приятного на ощупь изогнутого по краям ударопрочного стекла, на котором как мне кажется оляфутное покрытие почти отсутствует. Зато есть едва заметная защищающая от мелких царапин тонкая пленка, от которой лучше сразу избавиться, заменив ее на хорошее ударопрочное стекло. Задняя панель, хоть по ощущениям и напоминает качественное стекло, но все же это просто добротный пластик. А ведь так и он подвержен сколам и царапинам. Не забудьте и на него прикупить бампер или книжку, впрочем, кому что нравится. Лично я отдаю предпочтение бамперу. Но даже после такой защиты бить его молотком, бросать под скоростной поезд или с размаху кидать об асфальт, проверяя на прочность не стоит. Таких издевательств, мне кажется, он просто не переживет. И никакая ремонтная реанимация его уже точно не спасет. Работает Sigway на графической оболочке, разработанной компанией Huawei для своих смартфонов на базе операционной системы Android 10. В левом верхнем углу расположен вырез под небольшую фронтальную камеру. Работает она на основе сенсоров 16 мегапикселей с диафрагмой 2.0. При этом обладает эффектом буке, а также дает возможность без проблем использовать различные дополнительные эффекты. Автофокуса она не имеет, зато с помощью специальной опции ее можно спрятать за черной шторкой, несущественно уменьшая при этом верхнюю часть экрана. Такое расположение камеры позволило существенно расширить рамки 6,4-дюймового дисплея. А это площадь практически всей верхней части Sigway. С обратной стороны установлены слегка выступающие вперед 4 камеры, основная из которых на 48 мегапикселей с диафрагмой 1.8. Рядышком возле нее 8-мегапиксельная с ультраширокоугольным объективом и диафрагмой 2.4. Дополняет их 2-мегапиксельный сенсор буке диафрагмой 2.4. И завершает четверку 2-мегапиксельный макрообъектив с диафрагмой 2.4. Для хранения качественных снимков и либо какой другой информации, в том числе игрушек и приложений телефону, нужно как можно больше места. Для этого девайс оснастили 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами памяти для хранения. Благодаря этому можно открывать большое количество приложений одновременно и запускать весьма мощные игрушки, что не скажется на скорости работы устройства. Экран смартфона оснащен IPS-матрицей, имеющей Full HD Plus разрешение, а это ни много ни мало 2310 на 1080 пикселей. Также автоматическая регулировка яркости и режимом чтения в различных приложениях, фильтром синего цвета, выбором цветового профиля и еще много-много разными улучшайзерами, делающими нашу жизнь ярче и интересней. Площа экрана занимает свыше 90% поверхности смартфона, таким образом его можно смело назвать безрамочным. Однако существует серьезный нюанс. P40 Lite не оснащен Google сервисами, а это значит привычного всем плей-маркета в нем вы не найдете. Но отчаиваться не стоит. Ему на замену компания Huawei снабдила девайс с фирменным магазином приложений, в котором практически все те же игрушки, мессенджеры и всякие развлекаловки, такие же как и в плей-маркете. Привычный всем сканер отпечатка пальца с задней части устройства перенесли на боковую панель. Таким образом разблокировать устройство вы сможете одним касанием на плоскую вписывающуюся в общий формат смартфона кнопку. Также она служит и просто клавишей блокировки экрана. Разблокировать смартфон вы сможете также с помощью сканера вашего лица. Рядышком возле нее традиционно расположена небольшая качелька регулировки громкости. С обратной стороны находится некомбинированный слот. Для двух наносим или одной наносим и нестандартный слот для карты памяти, имеющий необычный формат, разработанный компанией Huawei. Видимо там посчитали, что имеет уже достаточный вес, чтобы пытаться навязать в отрасли свои собственные стандарты, как это делает к примеру тот же Apple. Размер данной карты примерно на 45% меньше по отношению к стандартному накопителю microSD. Внизу устройства расположен один весьма громкий динамик, микрофон, Type-C порт для зарядки и разъем 3,5 мм для наушников. Также наш девайс оборудован большим количеством датчиков, имеющих разное предназначение. А это акселерометр, гироскоп, датчик приближения и освещения, электронный компас и многое другое. Производительность устройства обеспечивает восьмиядерный процессор Kirin 810, состоящий из двухядрового Cortex-A55 с частотой до 1.88 ГГц, плюс шестиядровым Cortex-A55 с частотой до 2.28 ГГц и графическим ускорителем Mali-G52. Данный процессор построен на базе архитектуры Huawei, с улучшенной эффективностью обработки данных, а также призван уменьшать шумы на изображениях и улучшать баланс белого цвета при любых условиях использования. Его мощностей более чем достаточно, чтобы можно было играть во многие игрушки не только на средних, а и высоких параметрах, имея конечно предел бурной фантазии. Играть в игры и не только, вам поможет емкий аккумулятор на 4200 мАч, которого должно хватать на целый день активной эксплуатации без подзарядки. Но даже если в этом возникнут проблемы, дайте ему всего полчаса. И он с помощью функции быстрой зарядки вернет ваш телефон к жизни, дав ему заряда на 70%. Все самые популярные системы навигации в нем также есть. Это GPS, GLONASS и другие. Предпочтительный режим сетей это 2G, 3G и 4G. А вот что касается беспроводных интерфейсов, я назову самые основные. Точка доступа Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и NFC модуль. Как работает последний, мы сейчас и проверим. Приобрев на днях в интернет-магазине звонок новый смартфончик, мы с вами отправимся в расположенное в моем городе отделение, чтобы его забрать. Дорогу к магазину я буду снимать на наш P40 Lite. Добрый день, девушка. Я дня два назад через интернет-витрину заказывал у вас смартфончик. Могу ли я его забрать? Дело в том, что наличных средств у меня с собой нету и карточку я не брал. У меня есть только телефон. Могу ли я им оплатить? Конечно, может и вовремя. Все, готов. Спасибо за покупку. Да, желательно телефончик, если можно. Спасибо вам большое. Удачного вам дня. Спасибо. До свидания. Помимо приветливого персонала в магазине, NFC-модуль меня также не подвел. Сработал весьма оперативно, без либо каких лаганий. Что ж, а теперь перейдем к самому интересному. Посмотрим с вами вместе сделанные мной на P40 Lite фото и видеоснимки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю как вам, а мне после теста реально захотелось его приобрести. Единственное, что меня сейчас останавливает, это после покупки другого девайса отсутствие денег на кредитной карте. В комплект помимо стандартной коробки в форме кирпича также входит стандартное зарядное устройство, шнур USB с переходником на Type-C, бюджетные наушники, а также ключик для слота SIM-карт и карты памяти. Если предоставленная мной информация была для вас хоть чуточку полезна, обязательно ставьте лайк. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик. С вами был Леонид, всем пока-пока!